К категории не стремлюсь и, соответственно, выбирать никого не собираюсь по этому параметру. Поэтому как бы обошел. Что-то еще хотел сказать в этом контексте. Ну вот, ты говоришь, элиту надо воспитывать. Возьмем те же там, не знаю, английские школы, элита, которая там воспитана, элита, прошедшие вот эти вот английские школы, но, наверное, не только, она зависима. Там, помимо лидерства, в то же время человек, который обучался, он обременяется некоторыми обязательствами, связями и моделями поведения. И фактически в некоторых вопросах человек становится зависимым, понимаешь? То есть зависимым от мнения своего, грубо говоря, одноклассника, который, может быть, чуть выше куда-то там ступил, продвинулся или еще что-то. Зависимым от мнения учителей и так далее. То есть этот человек, этот элитарий после этих школ, он не является фактически независимым. Он все время, хоть его и научили там думать, шагать по гостям, по крови там и по головам, но все равно он зависим. И он часть системы. Собственно, все эти школы, это и есть часть системы, и она выращивает элиту под себя. Сразу все закладывается. Все коррупционные направленности, там и прочее, прочее, прочее. Кот, ну извини, я покажусь грубым, но я не тебя спрашивал на эту тему. Я высказал свое мнение. Просто привел пример человека, который маленько выбивается без общепринятой, вот, ну, скажем так, на Западе понятия элиты. То есть у него есть какая-то там, ну, пусть частичная независимость. Вот я про что говорил. Просто это пример. По моему мнению, и всего лишь. Да мне советик Трампа позвонил, что сказал, что что это, слогу, там руки распустил. Ага, это что, блин.